Сегодня мы проведем очень быструю конференцию. Я не могу назвать конференцию, говорить так, это живой чат определенно. Каждый может быть нажать на и послушать. Мы сегодня с вами поговорим по поводу все-таки биржи Yard, почему все-таки продлили. По поводу очень много людей задают вопрос, что касается Grid Group Presale и самого GridX. Потому что очень много людей не перевели токены. Мы дали возможность, конечно же, до 10 числа продлили данное мероприятие, что каждый человек может токены вывести к себе на блокчейн кошелек. Итак, в принципе, давайте начнем. Там дальше люди передадите определенную информацию. Как вы видите, что очень много людей сейчас выводят на блокчейн кошельки токены. Конечно же, это же непосредственно ваш актив, который сейчас считается по 4 доллара. Это усредненная цена данного рынка. Это первое. Сейчас все транзакции на блокчейне вы можете видеть абсолютно держателей, холдеров, которые есть. Сколько транзакций вы можете просматривать на блокчейне. Вот. И следить за тем, как каждый день, сколько холдеров появляется и сколько транзакций есть. Это выводы непосредственно с самого Ярд. То есть полностью прозрачная вся система идет в рамках блокчейн. Почему же мы продлили и не закрываем биржу Ярд? Биржа Ярд не касается никаких других основных продуктов. Биткор это отдельная инвестиционная платформа. Это биржа в дальнейшем Биткор Эксчейндж. И оно не касается дальше ни Грид Групп, ни Грид Икс, ни Ярда самого вообще. Так что те люди, которые говорят на закройке уже этот Ярд, не касается дальше продвижения определенных продуктов именно в составе Биткор. То есть не имеет никакого значения, есть ли Ярд закрыт он или нет. Мы даем возможность всего лишь вывести на блокчейн свои активы определенно. Вот. Так что вы не переживайте. Ярд включается СНГ. Это платформа инвестиционная Биткор там, где вы сможете ваши токены, конечно же, продать по 4 доллара. Это будет добавочное к вашему депозитам. На данный момент мы каждому человеку, каждому юзеру в компании Грид Групп будем отправлять письма и оповещать их, что сейчас мы будем убирать полностью базу. Все сервера будут почищены и никто не сможет больше перевести с Грид Групп пресейла и с платформы Грид Икс ни одного токена. Сейчас очень много людей обращалось. До первого числа где-то около 150 человек обратилось. Мы их обработали. Ребята техподдержка очень хорошо работает. Она обрабатывала людей с Грид Икс. Еще база есть, ребята. Так что предупредите всех. Мы смотрим по базе Грид Икс, что очень-очень много токенов еще не вывели, не перевели. Люди не информированы. Мы решили анонсировать, что до 10 числа проделаем огромный объем работы, но лично вас тоже просим, чтобы вы донесли до людей, чтобы не было потом возмущения. Никаких возмущений, что вы не перевели свои активы, что-то закрылось. Сейчас есть определенная возможность через техподдержку написать логин или почту, перенести свои активы на биржу Ярт и вывести их на блокчейн кошелек. Грид Групп пресейл тоже до 10 числа база будет работать абсолютно. Так что можете, можете людям сказать, что до 10 числа они могут перевести свои токены с Грид Групп и с Грид Икс. После 10 числа биржа Ярт будет работать, просто работать в автономном режиме, у нее не будет никакой техподдержки основной. Там будет висеть галочка, что техподдержка, будет определенное описание. Но работать она вообще не будет, будет повышаться. Для тех людей будет повышаться и комиссия после 10 числа, потому что будут отвлекаться остальные ребята, они будут отдельно оплачиваться. Биржа Ярт будет существовать вообще отдельно, она будет существовать. То есть окончательно биржа Ярт потухнет где-то через в течение 30 дней. Вот где-то к 30 к концу месяца она полностью прекратит свое существование, и именно базы ее не будет вообще никакой. Это чтобы вы понимали и вы знали. После 10 числа будет завышенная комиссия, кто не успел после 10 числа. Это уже премиально именно для определенных людей, именно которые захотят выводить. Так что будьте пожалуйста любезны, до 10 числа выведите. Техподдержки уже у нее не будет. То есть мы не будем уже за ней следить, проплачивать сервера, обслуживать данную платформу вообще. Мы просто будем встать, когда на ней закончится определенное количество денег по серверам, и она сама просто уйдет в небытие вместе со всей базой. Все. Биржа Ярт где-то претерпит свое существование где-то к концу месяца. Абсолютно. Так что сейчас мы не собрались, я хотел вам амуницировать, что пожалуйста предупредите всех с пресейла GRID Group и с платформы GRID X перевести все токены те, кто не успел, чтобы не было потом определенного возмущения. Это первый такой чат, интересный формат, так что он очень быстрый реально должен быть. Вот. И он должен быть информирован. Еще маленький, небольшой момент. Люди, которые пополнили балансы на Ярте. Ребята, выводите токены. Они автоматически не выводятся. А донесите это партнерам. Потому что очень много балансов люди пополнили и чего-то ждут там третью неделю. Ну это реально. Люди, те, которые пополнили балансы, выводите свои токены, не ждите. Потому что у вас балансы пополнены. Около 200 человек. Ну это реально. Пополнены балансы. Вот. И конечно же нажать на кнопку вывести, ввести свой кошелек. Все. То есть предупредите тоже всех ребят. Абсолютно. Пожалуйста. Руслан, может быть люди пополнили балансы, нажали вывести и не понимают, что нужно сходить на почту и подтвердить это? Ну они же видят на своих блокчейн кошельки, что им не поступают токены. Вот в чем проблема. Ну как бы с их стороны. Ну так что, попробуйте донести. Объявление никакое в Ярте вешать не будем. Что ребята, вы пополнили балансы, переводите токены на блокчейн. Ну как бы банально, наверное, это ненормально. Но я анонсировал до 10 числа. До 10 числа вывод вот с такой комиссией. После 10 числа не будет никакой техподдержки определенной, сильно глобальной. Вот. И комиссия будет в разы и в разы больше. То есть мы будем привлекать сторонних людей, нанимать. Они будут сидеть, следить за биржей Ярты. Все. Мы переходим на все другие продукты и начинаем, конечно, двигаться применением данного токена. Потому что сейчас, когда все люди начнут видеть, что этот токен применяется, сколько за него денег, конечно, непосредственно. И они подумают, о, а чего бы мне не вывести с биржи Ярты? Он же здесь применяется. Очень круто. А теперь я выведу. Теперь я, конечно же, выведу. Нет, ребят, вы сможете вывести только с другой комиссии. Однозначно. И то биржа Ярты будет, я же говорю, максимум до конца месяца, наверное, работать. Мы просто уходим с нее как с поддержки полностью. Это будет сайт. Он будет как висеть просто с определенной базой. Все. Вы увидите, как токен сейчас будет работать, где он будет применяться, конечно же, он будет на биткоре применяться. Буквально на следующей неделе, наверное, первые люди, они уже смогут, конечно же, его продавать по 4 доллара. На биткор капитал. Сейчас будут вестись презентации по биткору. Но данный чат анонсирован не по биткору. Данный чат анонсирован по пресейлу, по Ярту и, конечно, по Грит Икс. Еще такой момент хотелось бы обсудить. Некоторые люди ушли туда в GGX, GGX, еще куда-то с нашим грузинским партнером. Всем привет. Привет. Да, однозначно. Но они не перевели токены. Ребята, у нас нет базы. Я вообще без понятия, кто туда ушел. Вообще, я прекрасно понимаю, там немножко система другая. Для того, чтобы вернуть свое, нужно принести еще чуть-чуть. Но не теряйте свой актив. Я говорю это сейчас. Почему? Потому что когда сейчас базы не будет, серверов, мы не сможем вытащить ни единого пользователя. То, что вы напишите потом через месяц, да, и скажете, а можно перевести это в актив и применить его где-то. Нет. Мы сейчас... Почему мы даем вам возможность вывести эти активы и почему они должны быть у вас? По сути, это airdrop. Чем больше юзеров юзают наш токен, тем больше они информированы, тем больше реклама, больше маркетинга. Если вы его примените, продадите и приумножите свой капитал, или вообще, ну, вы видите, даже программа минимум, это вернуть свой актив, который у вас был на GridX, да, или на Grid Group Presale. Это вы все равно скажете, блин, ну, ребята реально молодцы, очень круто поступили, и большое им спасибо. Это своего рода реклама, и мне очень нравится, когда люди улыбаются, когда они, трансляция, или что-то еще происходит. Вот и все. Так что не стесняйтесь, кто-то там ушел в GridX, я понимаю, что там, ну, не хочу грешить на наших грузинских партнеров, но берите, пишите в техподдержку, выводите актив в токен и применяйте его на платформах. На маркетинговой платформе, на инвестиционной, и, конечно же, на Marketplace, который сейчас будет. Покупайте товары, пользуйтесь токеном, чем больше транзакций, тем лучше. Не буду анонсировать там, собственно, блокчейн и всего остального, мы об этом не говорим, а мы просто это делаем. Вот, в дальнейшем мы просто переконвертируем токен, и, конечно же, он будет стоить намного больше и больше денег. Так что, для тех людей, еще раз повторюсь, кто увидит через, там, после 10-го числа, что, вау, он применяется, и он стоит 4 бакса, для них будет комиссия вот такая. Вот, если она была вот такой, то она будет вот такая, вы не успеете вывести. Так что, будьте, пожалуйста, любезны, 10-го числа, до 10-го числа выведите свой актив, комиссия будет меняться, однозначно. Давайте прогулку, прогулимся по вопросам, я думаю, есть определенные вопросы. Вот, а, самый глобальный вопрос, который только есть, чтобы в Zoom не анонсировать долгую эту историю, с, кто на Bitcore Capital придет с пассивом, да, мы логины скинем в чат, вы их увидите, эти люди есть, я даже знаю этих людей, кто будет получать 250% от, на маркетинговой платформе для Bitcore. Тот, кто покупал токен, не продал его, и мы заявили 50 человек, которые будут непосредственно 250% на свой купленный депозит, будут иметь пассив. Все, мы просто скинем в чат, там много людей, которые реально были активными. Вот, видно, вы настолько были активными, что вы писали в чат и забыли поставить на продажу, но вы заработали пассив, я вам могу так сказать. Вот, так что мы скинем в чат и, наверное, запишем в лайве какое-то видео, да, что это было реально честно, да, то есть рандомно в объем это все мероприятие и дело, чтобы не занимать эфир, потому что очень много времени сейчас проходит на конференциях. Вот, я сам нахожусь на инвестиционной конференции по инвестициям, мы представляем Bitcore, не буду говорить, где, потом выставлю фотографии. Очень много крутых людей познакомились, пообщались и, конечно же, эти команды, ну, в Инстаграме все увидите тоже, мы тоже анонсируем. Еще хочу сказать, по Bitcore не будет такого чата, что каждый там что-то пишет, по Bitcore будет чат и просто информационный. У каждого из лидеров будет свой чат. Этот чат сейчас существует, потому что нас что-то объединяет, объединяет там биржа Ярд и те активы, которые у вас есть. Вот, наверное, вот это то, что я хотел сказать. Вот, я вас слушаю вопросы, нажмите, пожалуйста, на микрофончик и я вас услышал и давайте вопросики посмотрим. И нормально. Есть вопросы? Дэн, что ты скажешь? Нет? Спасибо, Руслан, конечно, мы тебя услышали, самое главное, мы тебя услышали. А тут каждый, пусть на самом деле, вот до 10-го числа, ну, в моей структуре еще есть люди, которые этого не сделали по разным причинам, но я постараюсь, что максимальное, как бы, их количество все-таки довели в эту ситуацию. Что, потом не платили за транзакцию по 200 долларов? Не 20, а 200. Ну да. Нет, нет. Ну и некоторые... Ты же сейчас где? Ты же сейчас где? Вот дай нам знать, что ты. Где я лично нахожусь? Страна теплая, хотя бы. Страна теплая, да. Страна теплая, большая конференция на больше, чем по-кратече людей. Познакомился с очень крутыми людьми в инвестиционном мире. Пообщался, кстати. Ну, я не буду рекламировать, там, компании, они тоже очень крутые, инвестиционные. Уже давно на рынке. Познакомился с Amir Capital, вот. И вообще очень понравился. Вообще, ну, очень крутые продукты делают, может быть, мы совместно что-то с ними сделаем. Очень прикольно. Ну, посмотрим. Да, это известная вещь, как бы, да. Amir Capital известный, некоторые деньги даже там есть. Да, это уже кое-что. Ну, у них есть предпосылки, есть классные наработки по индексам. Ну, будем посмотреть. Ну, продажа индексов, это очень интересная вещь. Ну, это уже про другой чат, я вам серьезно говорю. И это больше про BitCorp. Продажа индекса и общение с другими командами. Ну, сейчас все увидите, как это будет происходить, как мы будем развиваться. BitCorp Capital, как инвестиционная платформа, она будет регулироваться юридически непосредственно. И это будет инвестиционный фонд. Это, чтобы все должны это понимать. Это инвестиционный фонд. Сейчас мы даем очень крутой маркетинг, очень крутой пассив. Но 1 января меняется маркетинг, меняется пассив. И это будет юридически аргументировано. И на BitCorp Capital становится инвестиционным фондом. Вы будете получать, никто не потеряет, кто залетит. Ну, будет очень круто. Ну, это другая история. То есть, в какой-то момент вообще закроется вход, правильно? То есть, при определенном потолке набора средств, они будут крутиться в самом фонде, и вход уже там будет, скажем так, заказан. Правильно? Всему свое время. Это другой чат. Сейчас, ребята. Сейчас я могу анонсировать только одно. Ребята, с GridX переведите токены, переведите свой актив. Вы его преобразуете, реально. Очень-очень жалко людей. И с GridGroup Presale пока есть база, пользуйтесь. Ребят, всем привет. Руслан, привет. Хочу задать вопрос. Скажи, пожалуйста, будет ли какое-то минимальное количество стокенов, которые возможно поставить на стейкинг? Или ограничений не будет? То есть, будет от одного токена возможность ставить на стейкинг? Нет, там по поводу стейкинга было, по-моему, от ста токенов. Если я не ошибаюсь, но это больше сейчас к платформе, к презентации, сейчас будет презентация, послезавтра. Там будет все про стейкинг указано. Так что, я думаю, ну, там, по-моему, от ста анонсировалось. И определенный процент. Ну, посмотрим. Ну, ладно, я сейчас попробовала. GridX у меня не открывается сайт. Так у вас не будет открываться сайт. Вы зайдите, пожалуйста, через техподдержку на... Все понятно. Все понятно. На бирже Ярд заходите в техподдержку, пишите логин и говорите, ребят, у меня тут остались активы мои. И все. И вам реально помогут. Слушайте, прикольный формат. Надо формат такой почаще делать. Вот. Следующий, наверное, формат будет инстаг. Просто. И вообще залетим бомбически. Вот. Хотя мало людей. Не понимаю, почему 63 человека. Вот. У всех есть Telegram. Ну, хорошо. Ребят, здесь... Сокремя тебе вечером или здесь? Где мало людей? Здесь, вон, 62-63 человека. Так, ребят... Ну, не все привыкли, я думаю, к такому формату, что здесь происходит видео-чат. Еще, как бы, многим это необычно. Будут такие форматы, они будут моментальные. Вот. И я думаю, что мы их анонсируем. Я думаю, сейчас будет все... Ну, немножко по-другому. Реально по-другому. Ну, технически надо, на самом деле, всем немножко потянуться. Потому что технологии меняются, и способы. И чтобы не оставаться, знаешь, в мыслях на скайпе, что есть только скайп в этом мире. Надо немножко двигаться вперед в этом плане. Ребят, у меня нет скайпа. Вот. Я, наверное, самый деревянный из всех. У меня нет скайпа. Вот. Так что... Так вот, я потому говорю, много вещей в этом остались. Предупреждайте партнеров. Продлили до десятого с одной комиссии, до десятого с другой. И сколько вам продержится этот сайт, я не знаю. База пока есть. Переводите актив. Пока комиссия небольшая. Могу вам так сказать. Смотрите. Я почему хочу. Максимальная комиссия 50 долларов. Что такое 50 долларов? Это когда у вас активов вообще немерено. Вы перейдете на биткор, вам плюс 4% к вашему депозиту добавятся, и вы обменяете по 4 доллара. И это будет в ближайшее время, буквально, наверное, через недельку, через две уже сможете применять и свой актив продавать. Ну, 50 долларов, это когда у тебя 10 тысяч и выше. Так это уже очень серьезные деньги. 10 тысяч токенов, да? То есть даже по 4 доллара, это 40 штук. Что такое 50 долларов? Естественно, это копейки. Некоторые люди, кстати, такой момент, вот, самый-самый глобальный. Есть комиссия в токене, так что хотите, обращайтесь. Но она составляет до 70%, от 40% до 70%. То есть ваш актив уменьшается на 70%. Говорю, как это происходит. Знаете, Рустан, слушай, если кто-то такой будет, я оплачу комиссию, ты мне эти токены давай. Вопросов нет, но, ты видишь, вчера просто выводили с Италии, да, были партнеры, они говорят, почему такая комиссия? Я говорю, ну, смотрите, вы купили там токен по одной цене, вы там хотите вывести за определенную комиссию. Все считается определенным. Почем куплен токен? Бот посчитал программно. Почем куплен токен? Как он сконвертирован? Что еще? И, в принципе, вам просто в токенах вернули ваш депозит, который вы позатратили. Все. То есть вы с вас сняли все, и если вы продадите, вы как бы выйдете, наверное, там, в свой депозит. Это программа минимум просто была достигнута, и все. А если вы платите комиссию, то у вас программа максимум, потому что вы получаете прибыль. Вы получаете прибыль, вы меняете токен по 4 доллара, и у вас все хорошо. Вот единственное, что в токене проблема. Это депозит уменьшается ровно, наверное, на... Может быть, я не знаю. Он автоматически меняется. Но я знаю, что до 70% отлетает от депозита. Было 100%, стало 30%. Было 1000%, стало 300%. То есть, вот, может быть, даже до 75%. То есть, а после 10-го, я думаю, все 80% будем снимать. Да? И можете хайить меня, я такой. Но мы анонсируем новую крутую платформу, на которой классно зарабатывать. Вот и все. И менять токены по 4 доллара. То есть, еще я повторю, кто это услышал и готов отдавать токены. Я их заберу, оплачу за вас комиссию. Раз такие, такой расклад. Это очень выгодно. Все, Антонат. Ребят, нажмите, пожалуйста, на микрофончик. У кого есть вопросы по поводу всего. Если нет вопросов, то мы тогда ждем от ссылочки. И, конечно же, начинается СНГ в биткоре. Биткор капитал. И подтягивается непосредственно Европа. Вьетнам уже зашел. Уже начинаются там презентации большие. Была конференция на SEO во Вьетнаме. Сейчас мы всех наших ребят, кто SEO, кто работает с нами, будут добавляться на сайт. Можете переходить к ним. Можете с ней общаться. Можете попадать к ним в команду. Так что, я еще раз повторю. Биткор капитал это инвестиционная платформа. Это будет там электронный банкинг. Там будет стейкинг. И там не будет лидеров, которые вау, качают. Нет. Это будут менеджеры, которые будут получать зарплату. Которые будут непосредственно участвовать в развитии компании. Вот это нужно понимать. Кстати, мы тут недавно обсудили на конференции этот момент. Что нет такого понятия, как лидер. Есть люди, которые сотрудничают, работают и зарабатывают совместно с фондом. Вот и все. Так что, если нет вопросов, я желаю вам удачи. 64 человека очень мало. Формат интересный. Будем его продвигать. Вот как бы на этом все. Владимира есть вопрос. Да, по-любому. Запись будет, что я по ребятам по своим раскидал. Почему? Потому что, ну, я скажу, мне очень понравился, какой курс взял сам по себе проект. И сейчас, что, насколько мы уже подхватываем их, как мы уже движемся вперед. Мне нравится, что мы отошли от старых ценностей. И немножечко привели с вашего воздуха, как говорится. Я думаю, что некоторых моих ребят могло бы это заинтересовать. Ну, запись сейчас? Сейчас? А, я не знаю, как тут запись делать, если честно. Я понимаю. Мы выйдем обязательно через дня два. Я хочу кое-что анонсировать. То, что мы здесь услышали, с кем мы пообщались. Очень крутые мысли. И я думаю, мы запишем вот эту конференцию, которую мы сейчас сделаем. Следите за Инстаграмом. Я сейчас подключусь в Инсту. И буду, в принципе, снимать очень крутых людей, с которыми мы общаемся. И с которыми у нас проводится такая коллаборация определенная. Мы с ними делаем совместный продукт. Я думаю, что с очень крупным инвестиционным фондом мы будем сотрудничать. Это другой формат, ребята. Это другой формат. Это не хайп-формат. Мы сейчас маркетинг делаем в тренде. Сейчас маркетинг в тренде. Пассив в тренде. Потом это уменьшаем. И идем мы как инвестиционный капитал. Инвестиционный фонд. Так что, блин, Владимир, мне очень нравится. Особенно голос. И правильные мысли, кстати. А тот запишем, хорошо? Да. Имя хотел бы еще, Русан, с тобой в личку переговорить. Да. Да, хорошо. Хорошо. Все, ребят, всем благ. Ребят, продлеваем ради людей. И, пожалуйста, не говорите, что там, блин, накройте уже этот сайт, чтобы перейти к новому. Мы уже давно перешли к новому. 21-го числа на мой день рождения была конференция первая. Она была в Хо Ши Мине во Вьетнаме. На вьетнамском языке, я там вообще ничего не понял. Но там SEO очень крутой, кстати, у нас. Выходим на международный формат. И будем посмотреть. Я всегда так говорю, будем посмотреть. Если что, пишите в личку. Если что, помогу. Хорошо? Все. Всем давайте до свидания. Классный формат, будем его поддерживать. И в Инстаграм добавляйтесь, буду прямые эфиры вести. Всем пока, спасибо, Руслан. Руслан, еще ссылочку на Инстаграм, если можно. Конечно, обязательно. Спасибо. Андрюш, скинь ссылку. Да, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok